Шампанское, мандарины, тазик оливье и, конечно же, наряженная ель. Через две недели уже будут считать бой курантов и зажигать бенгальские огни. Однако, чтобы встретить Новый год, необходимо к этому хорошо подготовиться. В помощь горожанам новогодние ярмарки. Традиционно вывески различного плана, гирлянды, электрогирлянды, шары с символом, всякие карнавальные вещи, костюмы, мишура, парики карнавальные, масочки. Ну, все для того, чтобы весело встретить Новый год. Главная новогодняя ярмарка раскинулась на улице Трехсвятской. В этом году ее организатором впервые выступила администрация Твери. Покупателей приятно порадует не только богатый ассортимент товаров, но и приемлемые цены. Места владельцам торговых платок на ярмарке предоставляются бесплатно, а те, в свою очередь, снижают цены. Одновременно с новогодними ярмарками начали свою работу и елочные базары. Всего планируют открыть более 30 торговых точек. Как правило, на территории рынков и мини-рынков. Некоторые из них уже открылись. Они должны сделать небольшую ограду, они должны сделать вывеску, они должны как-то по-новогоднему украсить свое место. Вот даже уже знаем некоторые цены, это от 150 до 300 рублей за кваза метр ели. Поэтому тоже всех приглашаем покупать себе живые, чтобы пахло Новым годом во всех квартирах. По данным администрации Твери, предположительно, будет продано около 3000 деревьев. Однако, несмотря на всю любовь к естественной еле, все больше людей с каждым годом предпочитают устанавливать искусственные аналоги. И проблем меньше с осыпающейся хвоей, и зачастую такие деревья превосходят своих естественных сестер по красоте. В свою очередь, интернет пристает предложениями оригинального подхода к этому новогоднему атрибуту. Так, один из хитов сезона ель в цветах российского триколора. Стандартная высота такой красавицы около полутора метров, а цена около 4000 рублей. Для маленьких комнат предлагают весьма вместительный вариант – настенные ели. Одна сторона дерева ничем не отличается от обычной, а другая значительно урезана для крепления к стене. Своеобразное ноу-хау – ель со снегопадом. Из верхушки такого дерева рассеивается искусственный снег, падающий в специальный зонт. Мастера хендмейда советуют изготовить ель своими руками. Причем предлагаемый материал весьма разнообразен – от классического вязания шитья до лестниц стремянок и резиновых перчаток. Однако, чьи бы рекомендации не пришлись по душе, главное – встретить наступающий год в окружении по-настоящему близких и дорогих.